Как отмечает политолог Фархад Мамедов в своем телеграм-канале Мнение.ФМ. В течение двух недель в Армении произошли два важных события, которые остались малозамеченными. Касались они религиозной тематики. 15 октября Синод Русской Православной Церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения. А 27 октября состоялась церемония открытия апостольской нунциатуры Ватикана. Следует напомнить, что в течение 30 лет армянская апостольская церковь не позволяла создавать на территории Армении представительство других церквей. А тут, по прошествии 30 лет, ААЦ позволяет учредить представительство РПЦ и Ватикана. Сделано это вынуждено, так как Армения после войны нуждается в международной поддержке и церковь выступает в роли дополнительного дипломатического механизма. С другой стороны, предложение РПЦ в данный временной промежуток времени не мог остаться без ответа. Роль России возросла и это предложение, от которого невозможно отказаться. И чтобы как-то уравновесить российское присутствие, открыли дверь и для Ватикана. Армения, пойдя на вынужденную меру, старается сбалансировать. Заметим, что исторические армяне, как монофизиты, считали себя ближе к католической церкви, недели к православной. В среде армян есть католики, которые появились в Турции в результате деятельности европейских миссионеров. А вот православных армян, по-моему, в природе не существует. К примеру, во время визита Папы Римского в Армению во время его службы на Центральной площади, армянский католикос принял участие в данном действии и стоял в ряду кардиналов, тогда как в Грузии, хотя Папе и предоставили стадион для встречи с паствой. Однако было принято принципиальное решение об отказе совместной молитвы. К слову, стадион в Тбилиси был заполнен на 10%, а у входа стояла группа людей с плакатами «Папа – духовный агрессор». Принципиальная беспринципность – это норма для армянской апостольской церкви, мы это знаем из истории. Однако, нынешнее положение демонстрирует, насколько ослабло армянство как таковое, что было принято решение допустить в страну сразу две церкви, которые так или иначе ослабят роль армянской апостольской церкви. Армения теряет суверенитет как в политической, экономической, в сфере безопасности, так и в религиозной сфере. Однако и это не останавливает армян от продолжения иррациональной политики, которая привела к катастрофе на исходе третьей декады независимости.